Это не Френч Дог, Фрэнд Флок, это не пеймбол, Фрэнд Флок, Фрэнд, 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 о-о-о-о, Фрэнд Флок. Это Хэп, он ответственный за весь звук в песнях Фрэнд Зоны с самого его начала. Это Игорян, X-Winner, который ответственный за все биты. Стану первой, меня бесит. Ставишь рядом свечи, для тебя в этот вечер стану первой, или ты? Да, стану первой, это полная хуйняка. Ну что, охуеть? Ну хорошо, удали. А почему вы решили эти звуки? Ээээ. Кстати, их же не было. Какие? Ээээ. Там было только что эээ. Voice sample, да. А, ну это Игорь принес. С ним он всегда был. Как будто бы ты подошел и такой записал эээ. И вставили, и все. Ворона летит, ребят. Блин, кажется, я написал песню. Блин, какую, Мэй? Какую, Мэй? Сейчас я вам ее покажу. Так обычно это и происходит. Взял гитару в руки. Щелк. И ты понимаешь, что это хит. Базар. Недоступна, а я хочу тебя поцеловать. Как там дальше? Что же дальше? Давай, что там дальше? Подожди, подожди. Но ты не... Но ты не готова. Но ты не готова. А я вижу это по твоим очкам. Нет, нет, нет. По глазам, наверное. По глазам. Очевидно, по глазам. Ну-ка. Недоступна, а я так хочу тебя поцеловать. Но ты не готова. Вижу это по твоим глазам. У меня мурашки. Я уже вижу клип. Знаете, типа, сначала как будто бы мы нарисованы. Нормально? А потом, смотрите. Я нахожу коробку. От Рика. От Рика. И мы через бластер попадаем в гряги вниз. Да. Трэшки. Конечно, да. А еще было бы круто твое лицо спрятать. Просто мы всех отпугаем этой верней. Может, ты маску оденешь? Как думаешь, в клипе? Да, можно. А на очки. Прикольно, что ты поешь, что видишь по ее глазам, а глаз нет. Или все-таки я беру это по твоим очкам. Тогда как раз все срастется. Ну, как попробуй с очками. Я выступаю, а я так хочу тебя поцеловать. Но ты не готова. Вижу это по твоим очкам. Нет, что-то не то. А дальше было бы круто какую-нибудь фразу на цикле, типа. Кольщик. Ну, типа, разбивает сердце колом. Кольщик. Попробуй что-нибудь попой, типа. Кольщик, кольщик. Кольщик. Поцелуй меня в ногу. Ну, типа, у ногу к твоим ногам падает, знаешь, метафорично. Поцелуй меня в ногу. Кольщик, кольщик. Поцелуй меня в ногу. По-моему, Китяна, ты чего такой... Кольщик. Кольщик. Попробуй, ну-ка. А попробуй еще протянуть, типа, кольщик. Кольщик, кольщик. Ты чего такой, кольщик? Кольщик, кольщик. Поцелуй меня в ногу. Кольщик, кольщик. Ты чего такой? Кольщик? Кольщик? Поцелуй меня в ногу. Это наш горячо любимый менеджер Нано. И тур-менеджер по совместительству. Когда у нас были все проблемы в туре, Нано лично ездила к президенту. Так, туровая история. История о том, как мои пупсики обоссали дверь одному известному актеру в Минске. Имя актера мы не говорим, да? И где он снимался тоже не говорим. Ладно. Не говори, что он снимался как о детстве. Ну, ребятушки, не стремаясь, камер на этаже, пошли ссать ему на дверь. А утром на ресепшн меня вызвали. Типа, у нас вот такой деликантный момент. Вам надо кое-что увидеть. И мне показывают, как они пиздят подушки с этажей. А то, как они ссут на дверь, как бы никто не спалил. Ну, ладно, не такая уж потеря и потеря. Захожу за подушки. Моральцей басни такова. Что пиздите, подушки на другом этаже. А потом пиздите на двери. Мальчики, они все прыгали в обуви, на кровати. А еще там был выход на, типа, на крышу. Это, по-моему, третий этаж был. Ну, и там первые два этажа, типа, магазины какие-то. И выход, типа, на крышу, на второго этажа. Вот. И весь подоконник был вот так вот, просто покрым. Потому что мы вылазили, там, лучше стол был, через стол. Потом на подоконник. Короче, было так себе. В защиту всех, я скажу, что все были в пол очков. Это было не совсем усознанное решение. Не совсем усознанное решение. Ну, и по очковой. На днях Ван Урбен залежал, прописал пару гитар. Ноэс. Навалил немного рэпа. Андрей Макалевич с группой Машины Времени. Пару нам аранжировок состряпали. Приговаривайся тоже. Мы писали первый альбом «Хлирт на Фиске», где все эти легендарные шлягеры, типа, бойчика. Я боюсь, когда он так близко. Вот. Игорь Ас, наш незаменимый битмейкер, у нас был диджей Валера в группе, который занимался концертным диджейингом. Он включал биты и все такое. Но музыку, по большей части, мы писали секс-винером. И продолжаем этим заниматься. И когда мы писали первый альбом, у нас не было всех этих студий, гитар за 100 миллионов и подобных штук. Мы ездили на метро, на Академ, в другой конец города, на съемную хату Игреса. И на ноутбуке собирали биты. И очень часто было, что мы приезжали. И этот мудак спал бухой. Мы договаривались, два дня ждали, приезжали на ночь. И он лежит на полу бухущий. И такой, сейчас начнем, сейчас начнем. Подождите, пацаны. Я сейчас схожу в туалет. И один раз он такой, я сейчас схожу в туалет. И все. Он заперся в туалете и уснул. И мы на другом конце города. У нас толком нет денег даже, чтобы теху вызвать до дома. Сидим, ждем, пока он проснется, стучим в туалет. Короче, вот примерно в таких условиях, чтобы вы понимали, создавался первый альбом. Супер кустарно. Мэйк придерживал чуть ли не жопой шнуры от гитары, чтобы они не отходили. Потому что у нас даже нормальных шнеров не было. Но чтобы мы в этот ноут прописали все сэмплы, которые по итогу вошли в песни. Боечек, девственности и так далее. Надеюсь, там в кадре будет, как мы их воодушевленные сейчас на тебя смотрят. Это время. Да, так и было. Но для меня это был не другой конец города. Абсолютно. Да, и мы это было минуту. А вот я ехал с ветераном каждый раз. Смешной выпуск получается. Нравится вам? Идем в другое помещение. А там все расскажу. Можем вон взять тоже. А как? Вот так, да? Вот так. Ну и давайте, вот так. Куда вы делали с кипасом? Вот то есть? Да, то есть здесь добавим. Мы идем... Проходи. Это барабанная. Здесь мы садимся... На этот альбом мы просто прописывали барабаны. На этом инструменте. Да, и вот Артем... Это барабаны. Тоже один из людей, который... Один из тех, кто помогает нам с этим альбомом. Он сейчас их причесывает. Артем причесывает барабаны. Я уже не помню. Это мы женимся. Все. Похранились. Нам поиграли на барабанах. Можно идти показывать другую комнату. Пока, Артем. Пока, Артем. Мы идем к брату Артема, Стасу. Курильную. Он ответственный за курение. Это наша курильная. И здесь курит брат Артема, Стас. Привет, Стас. Он отвечает за курильную. Знаете, когда я сказал, я песню придумал, и начинаю, типа, вставляется на какая-нибудь нормальная песня? За гитарой. Там какой-нибудь отширан. Давай, смотри. Сейчас снимаешь его. Он говорит, я песню придумал. И там ставит нормальную песню. Типа. Это ты говоришь Ростиславу, который сидит за компьютером. Ростислава из будущего. Ростислава из будущего. Типа, это начало первое? Я надеюсь, что он, конечно, песню не вставит. И будет вот эту всю хуя. Ты как ни бланк будешь. Насколько я знаю, Ростислава из будущего. Он вставит чмошную песню. Нормально. Чувашнее, чего. Какого ты тебя знать, Ростислава? Давайте, блядь. Ты не знаешь, чего, чувак. Вообще, меня зовут Глеб. Вот это вставьте. Неправда. Тогда еще раз повтори. Антон, че ты не знаешь? Меня зовут Глеб. Как тебя зовут? Глеб. Что? Хлеб? Хлеб. Хлеб. Хотите, расскажу про футболку свою? Банки томатные. Это... Энди Уорхол. Это Энди Уорхол. Это у нас битба. Томатные банки. Короче... Хлеб, черт, черт, м. Давайте, это там, расскажите. Футболку. Вася, получается, дает гитару из родного города Глеба для того, чтобы мы сфоткали себе гитару на обложку. И Вася не знал этого, что это для обложки. Маруся попросила его захватить эту гитару. А еще Вася не знал, что в гитаре припрятана наркота. Потом Маруся выросла, сделала обложку для Анакондас, где осквернила родину мать. И многоградцы взбунтовались и про Марусю сняли репортаж по НТВ. И после этого, как она вышла из шумихи публичной, отбилась от папарацци, забежала в студию и сфоткала нам обложку для нашего альбома. Мы снимали три часа обложку. Мы сделали, наверное, сколько она говорила? Там три тысячи кадров где-то было. Ну, короче, мы очень долго снимали эту обложку. И самое интересное, что на всех фотографиях, вот они вдвоем, очень плохо выглядят. Ну, потому что они, типа, ныряют и такие вот с такими вот лицами, потому что задерживают дыхание. А я везде красивая, Ланя. А есть в Инстаграме все эти маски? Нет маски? Кто-то из ранеток? Я хочу узнать. Ты будешь Леной. Я хочу вот той, которая большая такая. Это Лена. Лена. Ты будешь Леной. Я Леной. А ты Женя Огурцова и я Алина на улице. Я Женя Огурцова. Сейчас мы это, выключим камеру, бахнем гашла для вдохновения и продолжим. Что это за шум в основном? Ну, давайте еще раз вторую. Чисто ради интереса так. Ну, ладно. Предлагаю сыграть оба варианты. Просто во второй очень разная мелодия. Разная? Я имею ввиду, она начала постоянно меняться. И когда ты её слушаешь, у тебя нет такого, что на подсознательном уровне ты хочешь её напеть. Первая сразу же напивается, вторая не запоминается. Вот так должен обхватить его, вот так вот. Ну такая демо версия взятого смычка. Слушай, а это я должен держать? Это ты должен... это на плече, подбородком слегка придерживаешь и воткерочишь. Давай, пойдём. А это какая-то серьёзная по уровню смычка? Ну такая средняя, но не очень серьёзная. Она примерно в районе 100 тысяч стоит. Многие спрашивают у меня, почему я ушёл из рэпа. Потому что сейчас эра музыки. Живой музыки. Я, как настоящий живой музыкант, придерживаюсь тенденций. И следующий кадр, как мы вот этот звук засемплили. Можно я фигуру? Нет. Ты разве музыкант? То есть у нас план такой, мы учим. Сейчас мы всех научим, они запишут, а я просто уйду. Отлично. Так, ну предположим. Играть надо в альфрии. У него уже выходит. Тут можно что-то нажать. Так не надо так давить. Ну вот так вот. Вот так происходит обучение в музыкальной школе. Ну ты ж я не видел, как играли скрипачами. У него еще не видел, как играли скрипачами. Ванес, не смотришь. Не смотришь. О, октаву взял даже. О, октаву взял. О, октаву взял. О, октаву взял. У двен... О, октавь взял. О, октаву взял. О, октаву взял. О, октаву взял. Продолжение следует...